Здравствуйте, меня зовут Терра Ливанчук и я живу в деревне. Сегодня 11 октября и у меня сегодня такой волнительный день. Я сама даже не понимаю, почему я так волнуюсь. У меня сегодня талон в пенсионный фонд, где я буду писать заявление на получение пенсии. День рождения у меня будет 29-го. Вот прям трясется почему-то все, я ничего не понимаю почему. То ли боюсь опоздать, потому что задержалась сейчас, останавливалась. Гибискус у меня, три черенка последних забрали на авито, я продаю. Вот, останавливалась, минут 10-15 потеряла, но не в этом дело. Мне кажется, не из-за этого я волнуюсь. Даже в горле пересохло, а бутылка с водой у меня в багажнике. Ну, может быть, где-нибудь будет удобно припарковаться, я выйду. Возьму бутылку. Так, у меня еще целый час, поэтому успею. Ладно, не буду. Вот, о чем я хотела сказать. Документы я все собрала, с горем пополам. Волнуюсь еще из-за того, что, может быть, я неправильно выбрала период для начисления зарплаты, пенсии. Потому что у нас же по-старому еще, у нас выбирается пятилетний период с хорошей высокой зарплатой. И на основании этого, как бы, начисляется пенсия. Вот, я работала в детском доме для детей-сирот. Детский дом-интернат для детей-сирот. Так вот называлось. В Питере работала. Я думала, у меня там целых пять лет, и у меня была очень высокая зарплата. Но, как оказалось, мне прислали справку, которую я, честно говоря, потеряла. Но они сказали, что все равно сами запрос будут делать. Ну и вот. И как оказалось, что зарплата у меня там хорошая, где-то года два с половиной. А остальное все. Во-первых, какая-то часть у меня ушла на декрет. Все дело в декрете не считается. И до этого, как я только устроилась на работу, что-то там какие-то не все вошло. Не все мои ставки, полставки. И получилось, что она мне очень высокая. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Насчет стажа не переживаю, потому что у меня же было ИП последние 16 лет. Я платила налоги, платила числение в пенсионный фонд. Поэтому у меня там все нормально. Но этот период не беру. Я не стала, как бы, писать заявление, что этот период взяли на начисление пенсии. Потому что у меня там было очень мало. Я платила ЕНВД. Это единый налог на миненный доход. Это по площади торговой. У меня был офис где-то сначала 32 квадрата. Потом мне переехали поэкономнее 18 квадратов. А торговую площадь я указывала в декларации, что у меня 6 квадратов. Ну, мы там маленько отгораживали. И за 6 квадратов я платила. Естественно, у меня были минимальные налоги. Ну, а пенсионный фонд отчисления были нормальные, как обычно. Поэтому я, честно говоря, и не стала даже. Этот период вошел только в стаж. Вот так. Как я это разобралась, понимаю как. Поэтому мне будут начислять вот по интернату. Плюс до этого я работала директором дома культуры. Не знаю уж там, как, что вот этот возьмут период. И посмотрим. Вот еще что, какие казусы такие оказались. Оказалось, что у меня нету справки о смене фамилии. Потому что диплом у меня на девичью фамилию. Диплом, оказывается, тоже надо. Потому что они сказали, что если там не хватает, они добавляют. И сказали все равно, ну, справку. Хотя в трудовой книжке написано, что смена фамилии. Ну, на основании свидетельства о заключении брака. Как оно называется там, не знаю. Вот. Написано, но они сказали все равно справку из ЗАГС о смене фамилии. Про это вот я вот и хотела вам рассказать. Всем, кто уходит замуж или женится, пожалуйста, проверяйте эти документы. Я не знаю, почему так вышло. Для меня это было просто откровением. Впервые я столкнулась с этой ошибкой. Когда мы хотели еще в Новокузнецке, когда жили, мы хотели оформить льготы на квартирную плату. Потому что у нас мама репрессированная. И нам нужно было собрать все документы, чтобы сделать 50% скидки для нее хотя бы. И нам нужно было доказать, что я ее дочь. Потом у меня дочка прописана была, что она моя дочь. И мы вот эти вот все запросы в ЗАГСы делали. Мою девичью фамилию, потому что свидетельство рождения там надо было. И мы сделали запрос в ЗАГС Зеленогорский там в Питере о смене моей фамилии. И мне прислали справку о смене моей фамилии, что как будто бы я не Левончук, а Левенчук. И как будто бы я не Никоновна, а Николаевна. Представляете? И там госпожа, внизу написано было, что кто эту справку делал, госпожа Долбунова. Но я подумала, что все-таки это от фамилии зависит, наверное. Хотя, ну и простите тех, у кого там что-то как-то задел. Но я пошутить хотела так про эту, потому что я была очень злая. Почему они так написали? Я, значит, туда звонить начала. Они говорят, ну Николаевна, мол, у меня же Никоновна отчество. Николаевна, это как бы ее ошибка. А что, что не Левончук, а Левенчук, это у вас так написано в акте о бракосочетании. Я говорю, как это так? У меня паспорт выдан, Левончук написано на основании вот этого акта. У меня свидетельство о расторжении брака Левончук написано. Почему у меня в этом самом свидетельстве о браке написано, что я Левенчук-то? Я ничего не понимаю. Кто-то прочитал неправильно или не знаю что. Кто там какая Долбунова писала, ошибку опять сделала. Представляете? Что дальше? Они сказали, что нужно сделать запрос тогда в то место, где мой бывший муж родился. И тогда им дадут справку, что он родился. На самом деле он не Левенчук, а Левончук тоже. Ну и, короче, все это я плюнула, растерла и сказала, пошли вы, у вас сроду копейку не выбросишь. Хотя, знаете, что я хочу вам? Я хочу вам поправиться. Что я ни в коем случае, ни в коем мере не сетую на государство. Нет. Я очень люблю свою страну. Я патриотка. Все. Это просто люди. Это люди такие вот, Долбуновы. Вот и все. Вот я бы, знаете, так назвала бы всех Долбуновы, которые вот так работают. Вот так. Ну и, короче, дальше какая история. Это я плюнула на эти все. Сейчас-то тоже же мне нужна эта справка. Я, значит, все сидела, думала, думала, в мозгах ковыряла, ковыряла. Думаю, вот я если сейчас опять сделаю запрос туда, да, в этот, в отдел ЗАГС, меня опять так уже справку пришлют. Ну, Николаевна, ладно, Никоновна, я им скажу. А то, что Левенчук, они так же и напишут, Левенчук. Представляете? Они опять сделают и скажут, опять делайте запрос. А у меня, извините, я в июле пошла. Я, как всегда, на последний момент отложила. Я 10 дней назад спохватила, что у меня до сих пор этой справки нет. А 11-го у меня талон уже. Мне в июле дали талон на 11-е октября. И, представьте, у меня этой справки нет. Ну, и все, и я в шоке, что же мне делать. И все, и меня доченька моя, доченька говорит, давай папу попросим, говорит. Пусть он сходит и возьмет. Папа, блин, в Белоруссии в гостях. Ну, ничего, там папа быстренько приехал. Это мой бывший муж. И сходил, я ему сказала сто раз, проверь, пожалуйста, что я Левенчук. Проверь, что Никоновна, пожалуйста. Я позвонила туда, в этот ЗАГС, сказала, если вот он придет, бывший муж, вы дадите ему такую справку, что он меня отправил, потому что мне надо быстро. Они сказали, да, дадим. Ну и все, он туда сходил, взял эту справку, сказал, что, я его сто раз проверила, сказала, что правильно все написано, все правильно, пожалуйста, посмотрите, все правильно написано. Мне надо, чтобы все правильно было написано. Пожалуйста, проверь, проверь. Ну, вы знаете, какие мужчины Во-первых, я что-то постеснялась его спросить Чтобы он мне прислал, все-таки сфотографировал Чтобы я как спокойно была Ну, меня вот так вот трясло всю дорогу Пока вот эта справка шла Ну, и вот так вот фотографию я ждала до последнего Трек он мне не прислал, хотя я просила, чтобы он мне прислал трек Чтобы хотя бы отследить, когда придет И что вы думаете, вот вчера среда у нас, почта не работает Во вторник вечером я пришла Я говорю, у меня есть почта? Они говорят, нету Я говорю, посмотрите, пожалуйста, поищите Я вас очень прошу Она говорит, нету почты, нету, правда Ну, вот смотрите, все, нету Ну, и какие-то там коробки стоят Я говорю, а вы это когда приучили? Сейчас только получили, сейчас только принесли Я говорю, посмотрите там, пожалуйста Я такая, знаете, я такая, я не уйду Мне надо, у меня есть цель, я не уйду Она, давай, а там, ну, люди стоят, честно говоря Я извинилась, говорю, вы знаете, мне очень-очень надо Вы понимаете, что мне вот завтра не работают А в четверг мне с утра надо Я даже на почту не успею заехать Мне надо эту справку уже, чтобы она была. Вот я такая, знаете, на последний момент оставляю. Сама виновата. Ну и вот она, давай искать. Искала, искала, искала. Нашла сначала письмо. От одной девушки с именами. Я потом вам про него расскажу. От Марины Белик. Спасибо, Мариночка. Тебя. Обожаю. Вот. Значит, и она говорит, ну вот. Я такая попрыгала, потом смотрю, не то письмо. Я говорю, ну что же вы еще смотрите. Она говорит, дню мою искала. И что вы думаете? Она нашла это письмо, представляете. Я его открываю. И там написано вот так вот, что брак между Левенчук и Левенчук, между Левенчук и Фимовой состоялся. И после я, мне как затрясло. И после бракосочетания фамилии присвоено мужу Левенчук. Жене Левенчук. Я вообще ничего не поняла. Почему так это бывает? И что? Вот я сейчас еду с этой справкой. Она как полу какая-то нормальная, полу-ненормальная. Это справка. Полу-хорошая, полу-плохая. И я, честно говоря, вот что сейчас будет, я не знаю. Вот это еще волнует тоже. Потому что, ну, как бы я сделала все, что смогла. Ему сто раз сказала, проверь, потому что мне это надо. Он-то знает, что у нас фамилия Левенчук. Вот такие вот ошибочки делают. И надо сразу. Вот вам дали свидетельство заключения брака. Проверьте. А еще лучше. Я второй раз вышла замуж. Я категорически, я сказала вот своему мужу, сказала любимому, сказала я тебя обожаю, тебя люблю, я тебе все. Но не могу поменять фамилию. Не могу. Потому что столько уже юридически тонкостей. Уже накопилось все-все. И собственности там, и ИП, и тра-та-та-та-та-та. Но это невозможно. Просто невозможно. Нет. Конечно, как бы этот вопрос такой. Но, например, вот я бы, не знаю, сейчас вот по происшествии времени уже я бы все-таки фамилию менять больше бы не стала. Вот так. Не надо мне это. Потому что я так не люблю вот эти бюрократические штучки, которые мы сами себе усложняем жизнь. Не надо еще. А на что она влияет? Эта смена фамилии. Но только, видите, люди, которые... Вот, раскочила немножечко. Нормально. Ну вот, мужчины как-то считают, что это уважение, это род, это все такое, все. Ну, не знаю. Я бы не стала менять фамилию больше. Нет, мне хватило. Во-первых, мы потеряли денег много из-за этого. Мы льготы не оформили. Мы столько лет жили с мамой в квартире и могли бы иметь какие-то льготы. И, в общем-то... А сейчас, кстати говоря, я эту справку везу. Я не сделала ксерокопию. Но сейчас я их попрошу. Потому что мне хотя бы ксерокопию, чтобы на руках осталось от этой справки. Чтобы мало ли, что это потом еще понадобится. Вот так вот. Ну, ладно. Мне тут осталось совсем немножко. Сейчас я прерываюсь. И потом, когда обратно поеду, что скажут мне там, я вам расскажу дальше. Здесь, смотрите, написано назначение пенсии по старости. Я, честно говоря, вообще не... Могли бы написать назначение пенсии по возрасту. Это что за старость? Только начинается жизнь. Они написали по старости. Вот это да. Так. Ну, что хочу сказать? Что-то плохо видно. Как я и ожидала, моя поездка ничем не увенчалась. То есть, как сказать, не увенчалась успехом. Потому что... Это я заезжаю уже домой. В Раздольное. Что-то я раньше не догадалась снять. Что-то ездила по делам, по всяким разным. О, кто светлее-то. Потому что из одного места справка о зарплате пришла с отчеством Николаевна вместо Никоновна. Опять. С одного места за один год не пришла зарплата, потому что сказали, что в архиве данных нет. Из-за этого мы просидели, проговорили, проговорили, провыбирали опять время, какое взять, какой период. Решили, все-таки, он мне назначил другое время, парень этот, в пенсионном фонде. И мы решили, что я найду все адреса всех остальных, где я работала. И я приеду в понедельник с адресами, все, они будут делать новый запрос. Потому что там еще дается 3 месяца до начисления пенсии. За 3 месяца можно, в общем-то, поисправлять все. Найти новые справки, все-все-все. Хотя мне кажется, что в любое время, если не устроят начисление, то можно обратиться и переначислить, пересчитать пенсию. Мне кажется, что так. Но, чтобы действительно не терять время, я спросила, они сказали, 3 месяца есть, но в ноябре я пенсию еще теперь, получается, не получу. Но потом получу все сразу. Вот так вот сказали. Так что, ну, вот так вот. Я вообще ожидала, что с первого раза ничего не получится. Поэтому даже не сильно расстроилась. так что, вот такая вот история с пенсией. Опять начинается тягомоть. Опять начинается, и то, знаете как, я бы сказала, номер один в июле я ездила. 17 июля я ездила первый раз, первые документы повезла. Сняла бы эту поездку, сказала, номер один. Там что-то опять не хватало. Я опять довозила где-то в августе. И вот сейчас поехала, потому что у меня был талон на 11 октября. Это третий раз я поехала в пенсионный фонд про начисление пенсии. И опять у меня ничего не получилось. Заявление написать не получилось. Поэтому это уже получается номер три. А я снимаю только первый ролик про эти все свои похождения. Опять как, я дом, как называется, узаконивала строительство. Так и все. Ну и все. Кто хочет следить в дальнейшем за тем, как я себе оформляю пенсию, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока. Может, что-то полезное для себя вы увидите у меня на канале и в этой серии видео про начисление моей пенсии. Так что следите. Буду подсказывать, что смогу. Вот так вот. Все. Пока-пока. Пока.